Салют, братишки и стрелки у микрофона, мистер Кей! Сейчас я хотел бы показать вам такой сервер, как Mavar's Roleplay. От себя лично я сразу добавлю, что это действительно крутой проект, с грамотным руководством, а также уникальным и продуманным модом. Вы же знаете, что я словами на ветер не кидаюсь, и в следующие несколько минут постараюсь вам это доказать. В настоящий момент сервер находится в стадии бета-тестирования, и ему не хватает игроков, поэтому особенно нуждается в новых тестерах. Заходим, ребята, вся информация есть в описании. Начнем с недвижимости. Система полностью отличается от всех других проектов. Изначально домов на сервере как таковых нет, игрокам нужно их строить самостоятельно. Первым делом в мэрии приобретается свидетельство права собственности на участок. Далее мы отправляемся искать место для вашего будущего дома, и может стать постройка в любой части карты, допустимая в рамках Roleplay. Итак, выбрав дом, через меню потребуется выбрать место входа и выхода. Все сопровождается подробной инструкцией. Перед началом ремонта госслужащим нужно определить класс дома и его адрес. После этого вы можете приступать к выбору интерьера. Делается это крайне удобно, можно сразу осмотреть весь интерьер. Далее оплачиваем его, и вуаля, ваша недвижимость готова. Как вы можете видеть, мы почти с нуля создали наше жилище, что очень круто. В каждом доме есть меню, включающее в себя информацию, сейф, почтовый ящик, душевую, гардероб, возможность подселять новых жильцов, шкаф и договор купли-продажи. Касательно почтового ящика. На улице любой игрок может оставить письмо жильцу, открыв меню дома. Очень интересная вещь для ролевой игры. Не уходя далеко от создания чего-то с нуля, расскажу про криминальные структуры. Их тоже изначально на сервере нет. Для создания новой группировки у игрока должен быть максимальный уровень криминального авторитета, который зарабатывается за аресты, убийства, автоугоны, взломы и так далее. Так же, как и с недвижимостью, первым делом надо выбрать жилище для первых членов своей группировки и провести ремонт в этом месте. Сразу отмечу, что на проекте существует РП Тимс, длящий за тем, чтобы новые НКС не образовывались где-то в центре города, только в неспокойных районах. Изначально ваша группировка будет иметь статус Банды, с возможностью апгрейда до Мафии в дальнейшем. Перед тем, как банда официально появится на сервере, ее создатель должен все к этому делу подготовить. Выбрать одежду по рангам, дать название должностям, установить цвет группировки, а также местоположение горячей точки. Это такое место по подобию склада, где вы можете хранить любой инвентарь в любом количестве. Важно помнить, что вражеские банды могут начать захват вашей горячей точки, поэтому выбирайте более скрытые места для нее. Пополнять склад можно, например, из угнанной государственной техники. Открываем багажник, достаем предмет и относим его на склад. А уже на складе его можно разобрать. Немного отойдя от темы, хочу сказать, что меня порадовал полицейский щит. Хелл можно расположить как на спине, так и перед собой. Даже если вы присядете, он поменяет свое положение, чтобы целиком вас укрыть. Как вы уже поняли, он действительно защищает от пуль. Идем дальше. Чтобы криминальной группировке стали доступны новые возможности, в том числе и повышение статуса до мафии, ей нужно зарабатывать авторитет. Настигается это распространение наркотических веществ, оружейных запчастей, патронов и взрывчатых веществ, а также войной за влияние с другими бандами. Особенно хочется отметить пиратское судно Le Angel Corsarius, прибывающее в штат ежечасно. Если у браконьеров достаточно сквотина для обмена, то группировки в статусе мафия имеют возможность отправиться на это судно, желательно с первоклассным взломщиком, и попытаться взломать один из контейнеров, чтобы заполучить товар с наркотическими средствами. Кстати говоря о взломщиках. Это крайне обширная система, скилл которой игрокам нужно прокачивать, если они собираются заниматься нелегальными делами. Взломать можно с дюжину вещей, начиная от вскрытия замков и заканчивая выведениями строя с серверов полицейского департамента или даже взлома базы данных разных структур. Например, я пробрался в здание Министерства юстиции к их главному серверу, дабы попробовать освободить какого-то человека из тюрьмы. Для этого нужно подобрать пароль. Длина этого пароля и зависит от вашего скилла. В моем случае скилл бы максимального уровня, и на это дело у меня ушло всего в 20 секунд. После чего я получил доступ к базе данных и смог без проблем удалить дело моего друга, который сидит в тюрьме. Вот так вот. Однако этому парню не повезло, он продолжает сидеть в федеральной тюрьме. О ней я сейчас и расскажу. В исправительной колонии есть целых 5 блоков. Попасть из одного в другое можно только если закрыть вход в предыдущий. Первый блок – это вход в самую тюрьму. Тут же расположены офисы и кабинет начальника. Во втором блоке находится комната для свиданий. Третий блок является уже центральным, отсюда коридоры ведут во все остальные. Тут же расположился медицинский кабинет и проход к одиночным камерам, а также электрическому стулу. Но к этому я вернусь позднее. Четвертый блок – это непосредственно камеры и пятый – столовая с выходом на площадку для прогулок. Вернемся к одиночным камерам и электрическому стулу. В одиночные камеры выпадать не рекомендуется, поскольку пока вы там находитесь, время до освобождения для вас не двигается вообще. Электрический стул – это большой страх для вашего персонажа в плане роуплей. Попав на него, РПТИМ имеет возможность завершить вашу игровую роль, но сам процесс выглядит весьма зрелищно. Ладно, давайте уже уйдем от криминала и поговорим о такси. В здании транспортных усуг каждый игрок может заключить трудовой контракт с предприятием такси, после чего, подойдя к диспетчеру, приобрести оплаченные заказы такси, дающие вам возможность таксовать. Делать это можно на любой машине, в моем случае это будет буллет, относящийся к премиум классу. Сев за руль и открыв меню таксиста, первым делом встаем на линию, потом устанавливаем шашку, цену за одну милю и ожидание клиента. Теперь остается ждать клиентов, вызов такси происходит через ваш телефон, вкладку «Сервис». Вы можете выбрать машину, на которой хотите ехать, сразу из трех классов – эконом, средний и премиум. Далее открывается список свободных машин с ценами на проезд. Подбирая пассажиров, через панель таксиста нужно выбрать игрока, на которого будет идти счетчик. Таким образом, если к вам сядет сразу три человека, то проезд будет оплачивать только один. После подтверждения поездки появляется счетчик, и мы отправляемся в путь. Кстати, если клиент самостоятельно выберет конечный пункт маршрута на карте, то в счетчике будет показываться и оставшееся расстояние. Заехав в туннель, мне предложили испытать взрывные устройства, и я не удержался. Перед использованием бомбы, вам будет вынесено предупреждение об оси причине этого действия. Если оно у вас имеется, то можете продолжать. Для начала заминируем местность. После выполнения квеста, запустится таймер, по истечению которого и произойдет взрыв. Но более интересно мне показалась возможность закладки взрывчатого вещества. Отличие состоит в том, что вы устанавливаете пин-код, и можете активировать взрывчатку из любого места. Взрыв в таком случае будет намного сильнее. Попав в больницу, давайте рассмотрим и ее. Функционально она ничем не выделяется, но маппинг завораживает дух. Маппер на этом проекте явно вкладывает много сил в дизайн и проработанность интерьеров, уделяя внимание всем мелочам. Проявляется это и в отелях. Я посетил один из них. В нем есть три разных типа номеров. Одни президентского класса и выходят окнами на одну сторону. Вторые люксовые и располагаются сбоку здания, поэтому не имеют окон вовсе. И третий тоже класса люкс, но выходят окнами на противоположную сторону. Вселившись, вы получаете возможность принять душ, так же как и в доме, а еще заказывать номер еду и напитки. Теперь переходим к транспорту, а точнее тюнингу транспорта. На сервере доступны все стандартные детали и цвета покраски. Помимо обычного тюнинга а-ля спойлеры и диски, есть еще и неон, цвет поворотников, центральный замок и так далее. Здесь же можно заменить моторное масло, топливные фильтры, улучшить состояние двигателя и осетительных приборов. Как вы видите, все сделано удобно и многофункционально. Под конец расскажу про номерной счет в банке. Он стоит 1000 долларов и представляет собой такой счет, доступ к которому имеют все игроки, если знают его номер и пароль, естественно. Например, вы со своими друзьями можете открыть единый счет сразу на всю вашу компанию. Именно такие мелочи и являются ключевыми. Что же, друзья, я показал вам лишь немного на этом сервере. На деле же тут еще десяток других систем по уровню не уступающих тому, что мы сегодня видели. Крайне рекомендую вам посетить проект Mevers Roleplay и уже составить собственное мнение, а также помочь разработчикам в проведении бета-тестирования. Все ссылки и IP сервера есть в описании. Заходим и пробуем. Меня зовут мистер Кей, удачных вам игр.